В апреле 2014 года вместе с общественными активистами я снимал с должности судей Татькова и Емельянова. Любой человек, который в этой стране занимался бизнесом, любой человек в Украине знает эти фамилии. Это две персоны, которые фактически цементировали хозяйственную деятельность Януковича и его сына. Это люди, которые принимали участие во всех рейдерских захватах. Это люди, которые обеспечивали хозяйственные решения судов Украины в интересах Януковича. Так вот, сняв тогда, я был уверен, что больше этих людей я никогда в системе не увижу. Более того, когда Емельянов рассказывал, что он скоро вернется, я думал, что он идиот. Нет, он оказался не идиот. Он действительно до сих пор работает в высшем хозяйственном суде Украины. Более того, этот человек судится сейчас в высшем административном суде за то, чтобы мы восстановили его, ну то есть на самом деле целая цепочка. Чему я все это говорю? Он еще и компенсацию себе может выбирать. Может. Чему я говорю? Только убрав все эти, вы ССУ, вы СХУ и все остальные. Знаете, как СССР недавно говорит? Денег нет, спасибо, здоровья, счастья, до свидания. Вот им всем спасибо, счастья, до свидания. И единственный вариант, который здесь может быть, да, они будут пытаться восстанавливаться. Мы в это понимаем. Мы наблюдаем, как происходит ситуация с теми ментами, которые хотят стать полицией, которые проходят аттестацию, а если не проходят, идут в суд и восстанавливаются. Так вот, для того, чтобы это пресечь, нам необходимо несколько инструментариев. И один из них, это общественное давление. Да, в нашей стране не работает законодательный много вопросов, но общественное давление работает как ничто другое. Благодаря обществу снимаются и назначаются персоны, благодаря обществу продавливаются законы, и общество иногда берет исполнение закона в свои руки. Именно на общество у меня главная надежда.